Друзья, прежде чем мы перейдем к нашему новому обзору, я рекомендую вам посетить магазин happymagic.ru В этом магазине вы найдете огромное количество игральных карт, но мы же с вами фокусы не только с картами любим, верно? Здесь также есть реквизит для фокуса с деньгами, с огнем, с айфонами, с бутылками, для сценической и салонной магии и очень-очень много чего другого Магазин happymagic.ru, ссылка в описании Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк и это Фокусы от Моряка И в этом видео нас ждет очередной обзор очередной колоды, но на сей раз эта колода будет непростая На сей раз у нас гав-колода, которая сделана в стиле черных ноков V3 Я думаю, все знают, что это за карты такие черные ноки, одно время за ними даже охотились И вот эта колода специальных карт сделана именно в этом стиле Прежде чем мы начнем этот обзор, я хочу отдельно поблагодарить магазин happymagic.ru Который любезно предоставил каналу Моряка эту колоду для обзора Ссылку на магазин я, как обычно, оставлю в описании и в аннотации Если этот магазин у вас не в закладках, срочно добавляйте, поверьте, там есть что выбрать Ну что ж, не будем далее время тянуть, перейдем и посмотрим, что же это за карты такие Ну что же, друзья, давайте глянем, что это за карты такие, гав-карты в стиле ноков Итак, коробочка у нас сделана точно такая же, как и ноки третьи То есть открывается у нас вот так вот язычок здесь сверху Здесь вот такая надпись у нас идет, гав, minimal playing cards, значит 54 гав-карты Выполненные в стиле black knock deck Ну снизу, как обычно, надпись о производителе, expert playing card company Да, ну и вот, как бы, собственно, привычная нам коробка с такой белой-черной полосой Ну что ж, давайте откроем их и поглядим, какие гав-карты у нас здесь есть Итак, значит, первая карта, это вот, обратите внимание, такая вот карта, где 6 карт разложены в ряд И вот с другой стороны точно такая же рубашечка То есть это можно сделать такой трюк, где мы якобы вот так вот карточки там раскладываем Собираем и там бах, как-нибудь она там куда-то исчезает, превращается в одну Вот такая карта Далее Дама черви На которой написано сзади, this is your card Ну то есть стандартный трюк, да, навязываем даму черви и подсовываем потом эту карту Далее у нас идет вот такая вот карточка с крестиком Семерка пик И обратите внимание, индекс у нее слегка один засветлен Такая вот карточка 7 пик Следующая карта, это карта, которая имитирует саму коробочку ноковскую То есть можно что-то придумать с этой картой Далее идет туз пик, то есть классический туз пик с надписью Minimal Playing Cards Но с другой стороны у него Джокер Нормальная такая карта, которая подойдет Например, для того же стендап монта Далее у нас идет Джокер с полумесяцем На котором написано you will choose this card И такой вот Джокер Далее у нас идет такая вот скрещенная карта Это тройка червей и семь крестей То есть вы можете, например, навязать тройку червей, семь крестей зрителю Спрятать в колоде Потом опять как-нибудь навязать вот эту карту и сказать Посмотри, у нас, значит, произошло слияние Следующая карта, это карта, которая мне очень сильно напоминает доску для спиритических сеансов Я не знаю, для чего вот эту карту использовать Но я думаю, что-нибудь можно придумать в этом стиле Здесь вот как раз картинки Вот спиритические сеансы Можно будет попробовать на стриме как-нибудь провести спиритический сеанс Используя эту карту Так, далее, значит, у нас идет классический Джокер Ноков со звездой Классический Джокер Ноков со звездой еще один Далее идет вот такое вот солнце Джокер солнышко Далее идет Джокер такой вот полумесяц Далее идет, казалось бы, классический To Speak Но за место надписи Minimal Plain Card здесь написано You choose the two of Hertz То есть твоя карта, там, наверное, двойка червя Далее идет червовая дамочка Но обратите внимание, какая здесь рубаха То есть тоже можно придумать какой-то трюк вот с этой картой Далее, вот и такая семерка пик, на которой есть отпечаток пальца То есть, ну, трюк можно придумать на ходу Навязываем семь пик Зритель ставит палец Типа там маркирует ее Мы ее прячем, быстренько где-нибудь проявляем каким-нибудь способом Вот эту семерку и говорим, вот видишь, даже отпечаток остался Итак, далее у нас идет даблбэк карта Но одна из сторон красная Шестерка червей, казалось бы, что такого Но, опять же, видите, вот такая вот рубашка Десяточка Такая вот двойная с четверочкой Валетик тоже такой двойной с десяточкой Двоечка с дамочкой Валет с королем Далее идет опять туз пик Классический, ничего на нем нету Далее идет, казалось бы, обычная черная карта Но если мы присмотримся получше То здесь видна такая семерочка бубновая Как мы помним, любимая карта Эда Марло Далее у нас идет расклад для мнемоники Лично я с мнемоникой не делал и не знаю ни одного трюка Пока что не дошел до этого Но говорят, эффект очень обалденный Так что вот, кто забыл, пожалуйста, здесь расклад для мнемоники есть Далее у нас идет пустой бланк карта Далее у нас идет еще один Джокер Далее у нас идет вот такая дамочка Но обратите внимание Здесь она пики, а здесь она крести Та же самая Черви в уби Пики крести То есть вот за эти вот карты Вообще отдельный респект создателям этой гав-колодок Потому что мне лично показывали трюк вот с этими картами Ну, тогда я еще не знал, что используются вот такие карты Но, в общем, трюк рвал башню очень сильно В отдельном ролике я как-нибудь сниму этот трюк Вот именно вот с этими картами Он офигенно подходит, кстати, для уличной магии То есть вот за этими картами я охотился долго И очень клево, что они в этой колоде есть Далее у нас идет четверка крести Но она вот такая вот отзеркаленная То есть тоже можно придумать какой-то эффект с отзеркаленными картами Четверка крести и шестерка черви Далее пятерка пики Такое ощущение, как будто ее вот так вот трясли, трясли, трясли И она так и осталась трястить Вот такая вот пятерка пик Далее идет маленький такой валетик бувновый С одной стороны и рубашечка такая же маленькая Далее идет туз с семеркой Еще один туз с семеркой И туз с четверкой Далее у нас идут такие вот карты Для менталистов, наверное То есть здесь изображения такие вот Крестик, квадратик, волны Кружочек, звездочка То есть можно придумывать какие-то трюки Или использовать имеющиеся Но вот с такими картами Далее идет даблбэк карта Даблбэк карта Даблбэк карта Далее в пустой бланк Пустой бланк Пустой бланк И завершают карты для фокуса One Million Dollar Monte Больше известные у нас как Три карты Monte То есть когда мы, казалось бы, да, все время следим За тузом Выкладываем Выкладываем, выкладываем Но туз потом оказывается все время в другом месте Обалденные карты, кстати Офигенно, что их здесь вот положили Вот вместо того, чтобы покупать отдельно вот этот трюк Вот достаточно купить гав-колоду Благо теперь она есть И не тратится лишний раз Ну что ж, друзья На связи с вами был Сергей Куликов Он же Моряк Еще раз отдельное спасибо магазину Happy Magic За то, что предоставили эту колоду для обзора Ссылочка на магазин в описании На связи с вами был Моряк И до следующих встреч на нашем суде Пока